Чёрное озеро 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 всех транспортных направлениях, вплоть до получения загранпаспорта и покупки билетов за границу. Ориентировки ушли в международные аэропорты Москвы. В ЗАГСе даже запросили сведения о мужчинах, сменивших фамилии. Следователи составили схемы друзей и сослуживцев. Были проверены криминальные группировки, в частности, набережно Челнинский, 29-й квартал. Провели опросы в местах отбывания наказаний. Следов не находилось. Константина Дунаева объявили в федеральный розыск. Стало ясно, что здесь криминальный след, так как Дунаев возглавлял фирму 21-й век ООО. То есть связано уже с его исчезновением, с деньгами. Поступила такая информация оперативная. Опросили круг знакомых Дунаева. Уже был сделан вывод, что Дунаев не по собственной воле скрывается где-либо от долгов. И впоследствии было возбуждено уголовное дело по убийству после допросов Николаева и еще ряды свидетелей. Через два месяца в ФСБ России по республике Татарстан обратился коммерческий директор фирмы 21-й век Плюс Артем Николаев, который поведал свою версию исчезновения Дунаева. Со слов заявителя 4 декабря 2000 года компания сотрудников фирмы 21-й век Плюс, в том числе и он, поехала отдохнуть в популярный казанский боулинг-клуб. Дунаев тоже собирался туда, но потом позвонил и сказал, что ему все надоело, и он останется дома смотреть телевизор. В боулинг-клубе коллеги гуляли допоздна. На своем гран-чироке Николаев развез приятелей по домам только к 3 часам утра. Потом вернулся к себе домой на улицу Восход. Подъехав к подъезду, Артем заглушил мотор, собрал сигареты, зажигалку, телефон. Он уже собирался выйти, как вдруг. В машине открылись задние двери, и кто-то ворвался в салон. Обернувшись, коммерсант увидел мужчину с чулком телесного цвета на голове и другого в черной шапочке маски с прорезями для глаз. У обоих в руках были пистолеты. Перетащили его в пространство между передними и задними сидениями, лицом вниз. Приставили к затылку пистолет. Один из налетчиков сел за руль. Минут через 20 джип остановился. Николаева завели в какой-то дом и затолкнули в дачный подпол. Увидел направленный мне в лицо пистолет, и мужской голос. «Тихо, ложись». Меня очень быстренько перетащили на задние сидения автомашины. Машину завели и поехали. Николаев просидел в подвале долго. Он жаловался на холод, в туалет не выпускали. Наконец Николаева вытащили наверх в дом. Его несколько раз ударили, обыскали. Отобрали 24 тысячи рублей, 1000 долларов США, телефон, часы, зажигалку, золотую цепочку. Среди похитителей заложник неожиданно увидел своего бизнес-партнера, Виктора Ширшикова, который руководил дочерним охранным предприятием «Аллигатор Форд». Николаев спросил его, за что. Ширшиков сказал, что раньше надо было думать. Потом стал спрашивать Николаева, как снять со счета фирмы «21 век плюс» 3 миллиона 600 тысяч рублей. Бандиты знали, что эти деньги поступили после удачной сделки по продаже спецтехники. Николаев ответил, что без подписи директора Дунаева деньги снять не удастся, а просто так директор из дома не выйдет. Потом Николаева снова бросили в подвал. Через несколько часов в дом затащили самого Константина Дунаева. Со словами «Вчера ты блатовал, а сегодня мы блатуем» Дунаева избили. Он предложил заплатить за свое освобождение 30 тысяч долларов. Но преступники сказали, что здесь же находится Николаев, и из дома выйдет только один из них. Дунаеву предложили застрелить Николаева. И он согласился. В конце концов, посовещавшись, бандиты решили, что будет лучше, если наоборот коммерческий директор Николаев убьет директора Дунаева, а сам процесс заснимут на видеокамеру. Николаева вытащили из подвала и снова избили. У него спросили, жить хочешь? А чтобы пацаны твои жили? Николаеву объявили, что он должен застрелить директора Дунаева под видеозапись. Напуганный угрозами в адрес детей, Николаев согласился стрелять. Директор фирмы лежал на полу в маленькой комнате, лицом вниз, закрыв голову руками. Николаеву дали пистолет и подвели к Дунаеву. Расстояние между коллегами было около одного метра. Один из преступников стоял сзади Николаева и направлял его руку с пистолетом в голову Дунаева. Другой рукой бандит держал под прицелом самого Николаева. Николаеву приказали стрелять. Не глядя трясущимися руками, он выстрелил в своего шефа. Осечка! Снова выстрелил. Осечка! Николаеву принесли другой пистолет. Прозвучал выстрел. Дунаев закричал, что ему больно. Затем Николаева отвели в другую комнату. Он услышал, что директор жив, просит дать лекарства от сердца и время помолиться. Его заставили стрелять Константина Дунаева. К счастью, Николаев Артем не попал, потому что и не собирался, скажем так, убивать. Старался стрелять в сторону, но и был напуган слишком. После его выстрела Дунаев все-таки выжил. Добивали уже его участники этой преступной группы. Николаев услышал несколько выстрелов и хрип Дунаева, и, сказанное кем-то из похитителей, расхрюкался, как свинья. Получи, сука! Николаева, уже давно попрощавшегося с жизнью, усадили в чью-то девятку и отвезли домой. Своего джипа, как и отобранных вещей, Артем Николаев больше никогда не увидел. Впоследствии у него неоднократно вымогали деньги, за то, чтобы криминальная запись не попала в милицию. В общей сложности коммерческий директор занял и отдал бандитам 8 тысяч долларов. Перед самым Новым годом на него снова напали и избили. В конце концов он не выдержал и все рассказал своему отцу. По его совету пошел в ФСБ. Он сразу, когда пришел, рассказал историю, в которую сложно было поверить. Он рассказал о том, что был похищен генеральный директор предприятия, залог 21 века плюс, Дунаев, и о том, что он стал участником невольным его убийства. Николаев указал, что непосредственным участником похищений и убийства был Ширшиков. Естественно, мы стали отталкиваться от этого человека, изучать связи и так далее. Никого из преступников, кроме Ширшикова, Николаев не знал. Некоторые из них все время были в масках. Парни, угонявшие джипс Николаева, маски сняли. Их субъективные портреты и рисовал художник со слов Николаева. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Спустя еще два дня задержали Ширшикова. После отставки пограничник, разведчик, орденоносец, капитан Виктор Ширшиков работал в популярном ночном клубе «Казани» заместителем генерального директора по режиму. Дунаев любил приезжать в этот клуб. И часто посиделки заканчивались пьяными дебошами с вмешательством службы безопасности клуба. Но именно в силу регулярного выяснения отношений Ширшиков и Дунаев сдружились. Потом они стали компаньонами. По инициативе отставного офицера при фирме «21 век плюс» открыли охранное агентство «Аллигатор Форд», которое Ширшиков и возглавил. Поначалу дело шло хорошо. Частное охранное предприятие набирало обороты. Число сотрудников перевалило за 60 человек. Но в последующем Дунаев стал замечать, что партнер проворачивает за его спиной сомнительные сделки, прибыль от которых оставляет себе. Вечером 4 декабря 2000 года в офисе «21 век плюс» состоялся серьезный разговор по поводу смены руководства ЧОПа. Дунаев фактически предъявил Ширшикову ультиматум. Он предложил партнеру или выкупить фирму за миллион рублей, или согласиться на введение внешнего управляющего. Крайне возмущенный Ширшиков ушел, хлопнув в дверь. Проверяя личность Ширшикова, нам удалось установить, что, оказывается, у его отца в селе Каймары был частный дом. Это за пределами Казани, довольно-таки близко. И по описаниям дороги, затраченному времени, это совпадало с тем, что говорил Николаев Артем. Мы решили провести в данном помещении обыск и осмотр. Схема дома, составленная Николаевым, совпадала с обстановкой до мелочей. В половой доске оперативники обнаружили пулю. На стенах и постельном белье были обнаружены бурые пятна. Служебная собака обозначила своим поведением следы человеческих останков в подвале. Но тела Дунаева там не было. Ширшиков категорически отверг причастность к похищению. Директор ЧОПы даже предположил, что Николаев наркоман, раз ему в голову могла прийти бредовая идея обвинить его в убийстве. Задержанный отставной офицер действительно не был похож на бандита. Наоборот, ветеран вооруженного конфликта в Таджикистане, служивший в легендарном пяншском погранотряде, участник боевых действий в Чечне, был награжден орденом мужества и медалями. В итоге, через 10 дней Виктора Ширшикова отпустили. Характер Артема был такой немного слабоватый. Он и сам запутался. И, как впоследствии выяснилось, был очень сильно напуган ситуацией и не знал, что делать. И он начал менять показания. Он отказался, в том числе и в последующем, от заявления о том, что он стал очевидцем преступления. В результате под стражей оказался сам Николаев, который на допросе в отсутствие адвоката неожиданно отказался от дачи показаний. Николаев находился в крайне подавленном состоянии. Ему предъявили обвинение в ложном доносе, и в конец запутавшись, он признался, что придумал историю с похищением. На самом деле его компаньон жив и здоров, а таким образом скрывается от кредиторов. Судили два дня на суде, и я опять повторил свои показания. Судья Галима Савинского района все это выслушал и приговорил меня к штрафу в 20 тысяч рублей и освобождение из зала суда. К этому времени еще несколько свидетелей заявили, что у фирмы «21 век плюс» имелся долг перед одним из контрагентов в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. И Дунаев периодически заводил разговоры о возможном переезде за границу. В связи с этим у следствия возникла версия о возможной инсценировке директором собственного убийства, чтобы скрыться от долгов за рубежом. Эта версия и стала основной. 29 июня 2001 года дело о пропаже директора Дунаева закрыли. Через год, 2 июня 2002 года, в небольшом заболоченном лесном озере у поселка Бирюли, высокогорского района Татарстана, всплыл сильно разложившийся труп мужчины с признаками насильственной смерти. Его обнаружила одна из дачниц, гулявшая у озера с собакой. В воскресенье в высокогорском районе, в озере между лагерем Чайка и садовым обществом «Бирюлинец» было обнаружено тело мужчины. 6 июня сюжет о трупе, обнаруженном в озере, прошел в программе криминальных новостей. Репортеры рассказали о золотых украшениях, которые были на трупе. Программу увидел брат Дунаева Виктор Нищенко. Он узнал крестик на леске и кольцо-печатку с инициалами КД, которые были сделаны по индивидуальному заказу. При судебно-медицинской экспертизе трупа Дунаева были обнаружены множественные телесные повреждения в области головы. Было установлено, что эти повреждения имеют огнестрельный характер. В частности, было обнаружено 4 слепых повреждения головы, то есть там, где имелась ходная рана, но выходной раны не имелось, и где было инородное тело пули, обнаружено полость черепа. Одно повреждение было сквозное, то есть имелась выходная и выходная огнестрельная рана, и одно имелось касательное. Спустя 2 года труп Кости Дунаева всплыл, и дело было продолжено расследованием. Была создана следственно-оперативная группа, более широкая, и было принято решение не начинать сразу проведение активных следственных действий, а приоритет был отдан именно оперативным мероприятиям. Оперативники начали негласное наблюдение за Ширшиковым. Был установлен круг общения подозреваемого. Выяснилось, что герой-пограничник плотно общается с уголовником Игорем Музалевским по кличке Рамба. Игорь Музалевский родился в 1967 году в семье кадрового военного. Учился в Казанском речном техникуме, затем служил в армии, был морским пехотинцем. Увлекался спортом. Работал судоводителем-экспедитором. В 1990 году с приятелем он вывез знакомого, которому задолжал крупную сумму за город. Там несколько раз потерпевшего ударили ножом, потом добавили камнем по голове, похитили 18 тысяч рублей и бросили умирать. Несмотря на тяжелейшее ранение, мужчина остался жив. Музалевский получил 10 лет лишения свободы и освободился по помилованию через 7 лет. Кличка Рэмба возникла не случайно. Музалевский говорил, что у него обостренное чувство справедливости. Любил рассуждать на темы добра и зла. Он всегда стремился быть лидером. Высокий, с атлетической фигурой, этот молодой человек увлекался спортом, любил дорогие автомобили. Музалевский числился комсоргом и во время службы в армии, и в речном техникуме. А в колонии сотрудничал с администрацией и стал старшиной отряда. Рэмба был крайне высокого мнения о своих способностях. Относился к окружающим, как к людям второго сорта. После освобождения он начал заниматься бизнесом. Открыл несколько фирм. Освободившийся Рэмба любил посещать ночные заведения, куда приезжал на спортивном «Мерседесе». Знакомство Музалевского и Ширшикова произошло здесь. За моей спиной находится здание, в котором находился ночной клуб «Шершеляфан». Рэмба пришел в заведение и, ссылаясь на знакомство с хозяевами, стал требовать, чтобы его пустили бесплатно. Разбираться с клиентом пришлось начальнику охраны Ширшикову. Мужчины пообщались и нашли общий язык. Оба были спецназовцами, один военный, другой сын военного. Вскоре их общение переросло в бизнес-партнерство, и они открыли летнее кафе в Казанском парке Победы. В ходе наблюдения за партнерами стало очевидно, что Ширшиков входит в группу Музалевского на правах подчиненного. В окружении Рэмба были также несколько бывших жителей казанского поселка Первомайский и военного городка 2. В августе 2002 года было установлено, что группа Музалевского ведет слежку за казанской предпринимательницей и ее супругом. Они занимались совместно с Ширшиковым установкой торговых павильонов на Казанском железнодорожном вокзале. Оперативники выяснили, что у Ширшикова с коммерсантами возникли финансовые разногласия. Со слов супружеской пары, отставной капитан задолжал им около 150 тысяч и требовал еще 250. Так как фигуранты предполагаемого преступления были известны еще при отработке первого эпизода, они были взяты под плотное наблюдение, и оказалось, что правоохранительные органы вовремя смогли предупредить в совершении ими очередного особо тяжкого преступления, связанного с похищением человека. 13 августа 2002 года преступники выследили предпринимательницу и ее мужа в районе поселка Залесный. Две машины с боевиками блокировали их автомобиль. К нам сзади подъезжает москвич, ударяет нас с задней бампер, тем самым прижимая нашу машину между двух. И в это время, как я уже говорил, выбегают эти четверо из машин. Обоих избили, отобрали ценности и документы, после чего привезли в военный городок-2 и заперли в гараже. Сами лидеры группы, тот же Музалевский, Ширшков, для обеспечения Али по себе они разъехались в разные районы Казани. И кто-то сидел в кафе, кто-то в другом месте, но находились среди людей и не знали о том, что оперативной группой ФСБ и МВД предприниматели были освобождены, а участники преступной группы, которые охраняли их, были задержаны. Похищение проходило под контролем сотрудников правоохранительных органов, под негласным наблюдением. Они были освобождены спецназом, если я сейчас не ошибаюсь, ФСБ, до применения к ним какого-либо насилия и причинения какого-то существенного вреда. Тем самым, фактически, оперативники, я считаю, спасли жизнь этим людям. Во время следствия Музалевский и Ширшиков всячески пытались помешать расследованию дела. Подозреваемые подавали многочисленные апелляции и жалобы по надуманным поводам, чтобы ввести следствие в заблуждение, оттянуть сроки и избежать ответственности. При ознакомлении с делом, там были изъяты записки, его записки, Музалевского. Записки эти исчезают, те, которые были. На их месте появляются другие, тоже написанные им же, но другого содержания совершенно. Подменил. Но провели тут расследование служебное, восстановили из ксерокопии те записки, которые на самом деле изначально были, представили и суд, но мы их и приняли. В своих записках Музалевский продолжал выполнять роль лидера, советовал подельнику, что и когда нужно говорить по делу Дунаева. В настоящих малявах Рэмбо писал, что никаких доказательств их причастности к делу Д нет. Он просил Ширшикова отшивать его и грузить свинью. По оперативным данным, участники банды готовили побег из следственного изолятора, а Рэмбо даже признался, что мечтает захватить всех членов оперативно-следственной группы и резать их по кусочкам. По нашей информации, он, видя, что уголовное дело развивается не в его пользу, задумал совершить побег при вывозе его в Новосовинское РУВД для осуществления следственных действий. Увидев несколько колец оцепления из сотрудников спецподразделений, он понял, что его контролируют, его переиграли, и большим ударом по его самомнению. Несмотря на свое незавидное положение, Музалевский и в следственном изоляторе считал себя голливудской звездой. Рэмбо усиленно следил за собой, занимался физическими упражнениями, приходил на допрос в неизменной тельняшке и при каждом удобном случае смотрелся в зеркало, поигрывая при этом бицепсами. Игорь считал, что никаких доказательств в отношении него невозможно собрать, что он всех переиграет, что соучастники дадут какие-то показания. И потом, когда мы начали знакомиться с материалом дела, тут и скрылось то, что оперативники полностью ввели его судебную переписку. И по большому счету 90% доказательств Музалевский собрал в отношении себя сам. Он избрал путь подконтрольного общения внутри тюрьмы со своими соучастниками. Своё последнее слово на суде Музалевский представил в письменном виде. На нескольких страницах он рассказал о своем древнем, знатном дворянском роде. Один его дед командовал дивизией, освобождал Польшу, и там ему поставили памятник. Другой дед был секретарем ЦК КПСС Молдавии. Отец – кадровый офицер, ветеран Великой Отечественной войны. Горячо любимая мама была заслуженной учительницей, мастером спорта. Все свои поступки Музалевский объяснил преемственностью. В их семье не было негодяев, все боролись с беззаконием. Только вот у Рэмбо был свой, отличный от героических предков способ. Вот по характеру такой деятельный, видимо, человек, прошедший уже школу криминальную. И вот он пытался все как-то так свести на свое видение, пытался, и суд пытался как-то втянуть вот в эти философские споры. В конце 2002 года Верховный суд Татарстана приговорил Игоря Музалевского к 20 годам колонии особого режима. Он сказал, посмотрите на меня, какой я красивый, что я имею право жить, что я имею право рожать детей, а вот такие, как я, этого права не имею. Это был его последний срок. Уже из мест лишения свободы Рэмбо писал многочисленные ходатайства и жалобы и смог снизить срок до 17 лет и 11 месяцев. Ширшиков получил 8 лет и освободился условно-досрочно в декабре 2007 года. Остальным участникам группы Рэмбо суд назначил наказание от 3 до 14 лет лишения свободы. Когда Казанскому Рэмбо предъявили окончательное обвинение, с ним случилась истерика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова